Дорогие друзья, сегодня вам расскажу об исторических памятниках города Санкт-Петербурга, нашей северной столицы. Исуповский дворец – памятник особого назначения. История фамилии Исуповых уходит корнями во времена Ивана Грозного. Родоначальником будущего дворянского рода был Нагайский хан Исуп Мурза. А сюда и происхождение фамилии Исуповых. Он вел торговлю с Москвой и отправлял туда своих потомков, чтобы расширить и укрепить связь, а также обрести новый дом. История Исуповского дворца довольно разнообразна. Особняк последовательно переходил от одного знатного семейства к другому. Судьбу дворца решила императрица Екатерина II, передав его графине Бреницкой. В 1830 году графиня отдала дом свой младшей сестре Татьяне Васильевне Исуповой. Именно в 1830 году начинается история Исуповского дворца. В этом дворце жило пять поколений аристократического рода князей Исуповых. В 1830 по 1917 годы владельцы 57 дворцов, они превратились в здание, которое по великолепию можно сравнить с императорской резиденцией. Потомки правителя арты, пришедшие на службу русскому престолу, при царе Иоанне Грозном обладали и сметным богатством, и принадлежали галите России. Хозяева дома, дворца, были образованными людьми, любящие Россию. Они собирали живопись, скульптуры, музыкальные инструменты, драгоценные камни, книги, художественные ценности. В начале 20 века Исуповский дворец является эталоном аристократических интерьеров. 28 залов, которые из них были оформлены в разных стилях. Князья Исуповы всегда находились в центре столичной жизни. Исуповы не жалели денежных средств на благоустройство. Исуповы в афоре были, имели рудники, заводы, бриллианты, золото копили, князья совсем озолотились. Им позавидовать могли бароны, принцы и цари. Дворец, сокровища лорец, в резалию расписаны своды, гирлянд, лепнины, короводы, парадных залов, анфилады, ступени, мраморных прохлады, паркет наборный и изорный, панно на стенах, шелк тисненый, камины, бронзы, позолота, фарфор на чаще работа, резная мебель, карнитуры, обивки набивной факторы, везде скульптуры и картины. И люст, хрустальные корзины, гостиные, меняют залы и бодуары, бодуары, театр, жемчужина дворца, мечта актера и певца. Огромный и монументальный, на мойке 200 лет стоит и много тайн его хранит. За два месяца до февральской революции Исуповский дворец стал местом преступления, которое до сих пор нельзя считать раскрытым. В полуподвальном помещении с низкими сводами был убит Григорий Распутин. По убеждению заговорщиков, целью убийства было спасение императора и Российской империи. Григорий Распутин был убит 30 декабря 1916 года. Но несмотря на всю тяжесть содеянного преступления, они не понесли должного наказания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok